Старые ограничители высоты, по словам жителей, были незаметными и ненадежными. Новые конструкции имеют яркий цвет и собраны из более прочного материала. И если с необходимостью установки ограничителей никто не спорит, то появление лежачих полицейских около тоннеля вызвало возмущение автомобилистов. По их словам, в часы пик здесь начала собираться пробка. Представители администрации рассказывают, прежде чем установить искусственные неровности, проводили публичное обсуждение с представителями общественности и депутатского корпуса. Все-таки мы приняли решение об установке этих искусственных дорожных неровностей для того, чтобы обратить внимание водителей на препятствия, которые у них есть впереди. То, что касается образования пробок, как жители пишут, да, мы согласны, что небольшие пробки образуются, но время пересечения данного тоннеля увеличилось фактически только на 3 минуты. И это реально в утренний часы пик и в вечерний часы пик. Мы за этим пристально наблюдаем. Одна из причин, по которой установку лежачих полицейских признали необходимой – недавний ремонт тоннеля. Реконструкция обошлась в 50 миллионов рублей. Однако крупногабаритные автомобили за несколько месяцев уже успели подпортить внешний вид арок. Искусственные неровности и новые ограничители должны защитить благоустройство. Вот сейчас наблюдаем, как проезжают газели, которые чуть-чуть не достают до 3 метров. Водители останавливаются перед искусственным дорожным ростом, смотрят по сторонам, смотрят на знаки, какая высота, и потихонечку проходят под данное сооружение. Соответственно, мы хотим просто приучить водителей, чтобы они обращали внимание на знаки. Кстати, водители грузовых авто успели подпортить не только ремонт тоннеля, но и обновленные ограничители. Монтаж красно-желтых арок завершили в среду вечером, а уже в ночь на четверг две из четырех конструкций на высокой скорости снесла бетономешалка. Личность водителя и организация собственника автомобиля уже установлены.